Мы сегодня снова с Катей, с двумя кружками кофе и с алкоголем. Нет, алкоголь это пропаганда. Там кофе, кофе там. Вот, мы сегодня решили снова сделать совместное видео, причем сделать его на тему бровей, потому что несколько девочек просило записать такое видео, потому что вот, ну просто надо людям бровей много. Бровей! Бровей наше все. Вот, поэтому я решила воспользоваться моментом, собратить Катю вкусным кофе и конфетками, чтобы она мне попозировала. Не обманули просто. Да. В общем, сейчас я покажу два варианта оформления бровей. Одна бровь будет сделана карандашом, любимая моя техника, которой я пользуюсь каждый день. А вторая бровь будет сделана тенями. Ну и я подумаю, может быть она будет уши бахматой. В общем, всем, кому интересно, приятного просмотра. Посмотрим, что получится. Чинь-чинь. Маленькое такое П.С. Я не визажистый П.С. Да, я не визажистый, я просто такой любитель, который очень любит косметику и любит красить людей на съемки. На свои же, причем чаще всего. На своих же людей? Ну, не своих же, да. Ну, есть те, кто не свои приходят, спасибо им большое. Вот, поэтому я не претендую на то, что я делаю как-то супер-мега правильно. Что все должно быть там? Все именно так, да. Я просто показываю то, как я это делаю, как я это умею, чем я это умею делать и что у меня вообще есть в наличии дома. Поэтому не судите строго. Ну, просто посмотрите, если что, улыбнитесь. Мы там вас поразвлекаем слегка. Парф у нас будет оформляться при помощи моего любимого карандаша. Эбрювэу. Как-то мы будем... Верх ногами, по-моему, первым. Да, нормально, видно. Нарисуй мне в бровь толбу. Да. Короче, это оттенок таук. И он, я думаю, сейчас нам очень сильно подойдет. Ну что, погнали? Первым делом мы закрываем глаз. Я оформляю низ брови, начинаю всегда его оформлять прямо с самого начала. И подчеркиваем немножко форму, потому что у Кати, слава богу, форма нормальная. И ее особо перерисовывать не нужно. Если вам... Простите. Капитан будет дегадовать. Если вам нужно немножко прорисовать бровь и поменять ей форму, то тоже смотрите. Начинайте с нижней части брови, так будет удобнее. Прорисовываем нижнюю и потом немножко вверх. Опять же, я сейчас рисую более графично. Макс. У меня молчу вообще. Сейчас рисую более графично, все потому, что я потом беру свою любимую щетку. Чесалку. Чесалка Мана. И меня буду чесать. И просто буду, да, вычесывать. Вот здесь вот в изломе максимально нужно делать прокрас. Берем чесалку. И чешем. Очень крутая щеточка. Щеточка самая просто нереально клевая из всех тех, что я пробовала. Обязательно вот здесь в начале брови хорошенько прочесывайте, убирайте почти весь пигмент. Просто для того, чтобы бровь выглядела более естественно. Потом вы вычислили и добавляйте в местах, где видите, что не хватает карандаша, еще немного. Я думаю, какое же слово ты применишь, а? Чуточку. Опять распределяйте, чтобы это все выглядело более естественно. Не надо нам тут какой-то какавки. Почему прикольно использовать именно этот карандаш? Он пудровый и хорошо очень разносится. И брови выглядят максимально естественно. А как же нарисованный жирный бровь? Мы нарисуем его на Хэллоуин. Кстати, на Хэллоуин. Кем мы будем на Хэллоуин? С Ари Поттерами. Нет, ну какой с меня Гарри Поттер? Поверка. Вот такая бровь. Потом, вообще на самом деле, в первую очередь я немножко забыла. Самый главный момент. Я ношу обычно вот такой вот прозрачный гель. Ну, именно у себя. Для того, чтобы бровь зафиксировать, она у меня сохнет. И потом по ней я прорисовываю себе форму. Ну, просто у меня очень... Две разные брови. И мне так удобнее потом смотреть, как бровь... Ну, как положить карандаш так, чтобы бровь выглядела лучше. У Кати брови нормальные. И ей, в принципе, это не нужно. Поэтому этот шаг мы пропускаем. Можно сейчас зафиксировать как раз-таки... О, шума-то обессилела. Да, можно зафиксировать нарисованную карандашом бровь как раз-таки прозрачным гелем. А можно сделать это для пущего эффекта. Взять какую-нибудь оттеночную тушь. Вот у меня, например, это L'Oreal Brow Artist. Она у меня идет medium dark. Ну, в принципе, как раз-таки здесь кончик мы прорисовываем. Он дополнительно еще красит кожу. И получается такой более... Ну, сейчас ресницы уж нарисуете. Более волосковый эффект получается в таком случае. Прорисовали. И лишнюю каку убрали палочкой быстренько. Если палочкой вот так вот не убирается. От Зоева 325 для подбровного пространства. Я беру консилер. У меня сейчас это Belle. Наношу его на кисточку и просто подчищаю зону подброви. Можно растушевать пальчиком. Как раз-таки у вас подсвечивается в итоге вот эта вот часть подброви. Она будет более аккуратно выглядеть. И в то же время убираете все излишки. Мне кажется, я сейчас усну. Использовать... Правда, они у меня не в очень презентабельной упаковке. Ну что ты? Вот все мне в лоб. Это у нас тени минеральные для бровей от Pure Colors. Они в оттенке брюнетка номер 3. Положеный пушистик. Вот уже. Вот. Сейчас будем заполнять вторую бровь тенями. Я высыпаю немножко волшебной пыльцы, чтобы было удобнее. Мне на феи-то не похоже. Я на наркобарона больше похожа. Буду использовать Зоева 322 Brul Luxe. И начинаем опять же с нижней части оформлять бровь. Сначала брови вот так вот заштриховываем кисточкой. Не таким образом, а вот таким вот, чтобы более натурально выглядело. Когда вы оформляете тенями брови, они выглядят более натуральными. Более легкая такая дымка. Ими тут уже волоски не прорисуешь. И получится просто, ну, грубо. Вы заполняете свою форму, которая есть. Всегда начинайте вот с этого излома. У Кати здесь как раз-таки вот здесь немножко не хватает волосков. А здесь сверху нужно немножко выше прорисовать, потому что у нее здесь немножко асимметрия. Поэтому мы вот тут вот чуть-чуть добавляем. И опять делаем узлом. На хвостик брови всегда в идеале накладывать теней чуть больше, чтобы он был более ярким. Я, короче, не визажист, если что. Если я очень криво тут что-то объясняю, вы не думайте. Я просто показываю то, как я это делаю сама. Поэтому просто, так сказать, делюсь своим видением и опытом. Вот, тенями мы нарисовали. И берем опять нашу тушь Бро Аттест от Лореаль. Для того, чтобы заполнить недостающие места и хорошенечко зафиксировать наши бровки. Максимально мы здесь вот в изломе прорисовываем. Потому что этой тушью можно немножко нарисовать по коже. Опять же, более активно сделать. А в начале бровей мы практически тушью не касаемся. Ты что ты сунешь свои ресницы? Я ли сону? И берем нашу кисточку с консилером. И, как обычно, подчищаем лишнее. Интересно, там вообще кому-то что-то видно? Ну, собственно говоря, второй бровь готов. Даже по цвету получились они у нас одинаковые. Если бы я умела делать волну, я бы вам изобразила. Похоже? Скажи да. Да. Только вот эта вот более темнее, как вы видите. Она более интенсивная и более заполненная, чем у нас карандашиком. Ну, карандаш просто до такой степени пудровый и легкий, что в итоге получается тенями более активно. Ну, каждый делает свой выбор сам, кому как больше нравится. Ну, опять же, не забывайте, что вот эти тени мы брали в оттенки брюнет, а там был толк, толк всегда светлее и более пепельный, да. А эти просто более темной тени. Ну, собственно говоря, вот. Кому понравился этот видео, вот так вот делаем, делаем вот так вот. Подписываемся на канал, вы сделаем выбор. Вот так вот. Да, вот так вот. Как-то не очень хорошо, наверное. Вот, смотрите, это Катя. Та-да! Две брови, они, кстати, даже похожи. Между прочим, как оказалось нечаянно. Вот, аж симметрично. Ну, что надо представлять? Я не смотрела, я не подсматривала ни на одну бровь. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Катя будет часто. Очень. Даже если вы не хотите смотреть на меня, может быть, вы захотите смотреть на Катю, поэтому все будет клево. В общем, спасибо еще раз за просмотр. Всем всего хорошего. Пока-пока.